Друзья, всем привет! С вами Калла Генжик Лайф. Наша жизнь на море и сегодня мы отправимся в интересное путешествие. А куда пускай решит бумажка? Бумажка реши же куда мы поедем сегодня. Куда? Давай тащи сам. На 272 ступени. Отлично. Поехали? Поехали. Итак, ну вот мы оделись, мы сели на автобус номер 3, доехали до конечной Голубой бухты, прошли 10 метров и находимся здесь. Дорога у нас заняла от нашего дома, то есть от остановки Сосновая роща до Голубой бухты до конечной 35 минут. Довольно длительный маршрут, если ехать из центра, то у вас займет он приблизительно 45 минут, если не будет пробок на въезде. В целом погода сегодня отличная, плюс 22 градуса, 23 градуса море и мы с вами отправляемся на 272 ступеней. За поворотом находится конечная остановка. Оттуда мы прошли буквально метров 200. Сейчас мы поворачиваемся и двигаемся в горы вверх. Вообще на первой же развилке не стоит поворачивать налево, нужно подняться еще немножечко выше, потому что если вы пойдете по этой дороге или поедете, вы выйдете к лаборатории по изучению токов. Это будет не очень хорошо, потому что к 272 ступени, например, на машине вы уже точно не подъедете. Лучше всего проехать чуть-чуть подальше. Итак, ну в общем, автомобилистам на заметку. Довести до первого перекрестка не поворачиваем налево, а вот буквально через 10 метров появляется еще один, еще одна развилка. И вот здесь как раз таки мы двигаемся уже налево. Туда мы не едем. Некоторые ранее здесь был пожар и, конечно же, мелкие кустарники сильно пострадали от огня. Поэтому не забывайте курить в лесу. Противопоказано и грозит большими штрафами. Кстати, это уже второй колпак, который мы здесь видим на этой дороге. До этого был от Шевроле. Ну вот мы приближаемся уже к первой смотровой площадке. За моей спиной сейчас. Ничего интересного. Дорога и сосны. Буквально вот где стоит Вика, здесь уже потрясающий вид. Ну и как вам теперь, друзья? Мы видим толстый мыс, видим маяк, даже видим сосновку и дивноморская. Красота. Дальше еще круче будут виды. Итак, смотрите, понаслаждались площадкой, двигаемся дальше. Здесь еще одна развилка. Вот сюда мы точно не идем. Нам нужно идти прямо. Теперь мы никуда не сворачиваем. Идем также и двигаемся по грунтовой дорожке вперед. Только вперед. Живя в Геленджике мы поняли, насколько классно ходить пешком и путешествовать именно по неизвестным маршрутам, медленно наблюдая за окружающей тебя обстановкой. Ты замечаешь намного больше, чем если бы ты поехал на машине или на автобусе. И пока идем, я подумал вот о чем. Если бы я имел свой личный шагомер, который мне показал бы сколько шагов я прошел за эти пять лет жизни в Геленджике, гуляя по набережной, забираясь, спускаясь с гор и так далее, посещая разные интересные места, то я думаю, цифры были бы схожи тем цифрам, тому периоду, когда мы жили в Ярославле и тоже путешествовали за всю жизнь. То есть эти пять лет они действительно были очень насыщенные на путешествии, мы очень много узнали новых интересных мест и конечно безумно этому шансу и этой возможности мы благодарны. Друзья, смотрите, как интересно на контрасте. Еловый лес, сосны, да, и смешанный. Под дугами совсем другая картина. Выставшие листья дубов и тишина. Друзья, но это нужно снять, потому что сюда проезжают одни только джипы. Никогда. Здесь я запорожцев не видел. Смотрите, я в шоке. Молодец какой. Вот очок отчаянный. Машину не жалко. Вот я понимаю. Машина. Везде пропрет. Кстати, говорят, вам не видно, а мне видно отлично. Буквально вот за этими кустарниками находится марина роща. Сверху и отлично было видно. Итак, дошли мы сейчас до СНТ, Голубая долина. Сейчас выйдем как раз к новому СНТ. Называется Голубая долина. Вот здесь она находится. Ну и конечно же здесь Морхозский хребет мы видим. Мы вообще, как ребята сказали, можно даже спокойно доехать на велике, либо дойти прямо до Кабардинки. Это тоже для нас очень полезно. Каждый раз путешествия у нас какие-то особенные получаются. Мы одними и теми же дорожками не ходим. Вот, поэтому вид здесь, конечно же, ну классный. В общем, здесь строятся домики. Интересно осталось узнать, позвонить, сколько же будет стоит здесь жилье. Ну вот смотри, мы возомнили себя экспертами. Опять меня туда свернули. Мы пошли мимо, получается, 272 ступени. Но ничего страшного, вы их еще увидите в нашем видео. Мы туда попадем в любом случае. Сейчас для меня интересно, я хочу снять видео. На видео хочу снять телефон. Хочу узнать, сколько же стоят здесь участки. И двигаться мы будем дальше. Ну да, ну да. Продолжаем движение прямо. Возвращаться обратно мы не будем. Мы пойдем лучше береговой линии и покажем вам эти 272 ступени. Обещаю вам, я даже поднимусь на них, поднимусь до самого верха и спущусь. Ну, собственно. Самое интересное, что вот дальше будет дорожка, спуск. С этой дорожки можно будет даже спуститься на М4 Дон. Спокойно. Вот он СНТ. Здесь идет струйка. В общем, покупают земли. Будь здорова. Двигаемся дальше. Проматывая видео и воспоминания назад, я понимаю, что вот там, где была развилка и где рядом находился такой старый жарый шлагбаум. Вот именно туда нужно было поворачивать. Тогда бы вы точно вышли бы на 272 ступени. Ну ладно. Так даже интересней. Правда ведь? Но мы пока продолжаем подниматься все выше и выше. И впереди нас ждет вот такая вот непростая, но прямая дорожка. Итак, ну, в общем, зашли мы непонятно куда. В горы дальше мы не пойдем, мы поворачиваем налево к морю. И здесь первая подсказка. Вода. Двигаемся к воде и выйдем к воде. К этой грунтовой дорожке мы пойдем сейчас в направлении к Черному морю. Конечно же 272 ступени осталось где-то там дальше. Мы к нему еще вернемся. Но все равно, в любом случае, прогулка очень интересная. Ну вообще могу ответить честно, со всей ответственностью, что спонсором неизвестных дорог являюсь я. Потому что всегда мне жена дергает. Вот с этой дорогой мы пойдем? Я говорю нет, мы пойдем в другой, потому что я уверен, что там прям то, что нужно. И каждый раз, блин, что на Нексис мы там попали. Чуть ли не наткнулись на свору собак. Чуть нас там не разорвали ночью. Короче, из-за меня. Потом на 272 ступени опять же в прошлый раз мы вышли через эту лабораторию. Страшное место. Опять же я ему подсказывала дорогу. Из-за меня. В общем-то на Жане мы с ней ходили с двумя разными маршрутами, не очень удобными. Но в итоге, ладно, хоть вышли, все нормально. Опять же из-за меня. Ну, короче говоря, вот так вот. Поэтому, друзья, если хотите, ходите. Услуги Сусанина. Сдаем. Да, кстати, услуги Сусанина. 8-928-424-8724. Ляхи, звоните. Да. Ляхов вожу бесплатно. Когда мы шли к церковному озеру, мы блуждали с Мишей через медик, даже не знали, что там можно пройти. И еще одно путешествие у нас, благодаря Мише, было, когда мы с родителями заблудились в Девноморском, в Голубой Дале, это санаторий. Мы обошли КПП, вышли около дачи. Патриарха. Да, вообще там. И потом, какими-то левыми путями я их там провел. Ну, короче, все хорошо, слава богу. Вот, ну да, тоже было очень интересно. Но они запомнили. Если вдруг мои коллеги с работы меня сейчас увидят, то, друзья, да, именно в этом заключается разгадка, почему же я всегда опаздываю на работу. Да, потому что я хожу разными интересными маршрутами на работу. Бывает так, что и через Махруцкий хребет. Посмотрите, какая красота. Да, какая тишина, спокойствие, умиротворение нам подарила эта тропинка. Если бы я жила в Голубой Бухте, я бы, наверное, здесь все облазила. Я не представляю, как можно жить в каком-то месте в определенном и никуда не ходить. То есть для меня, допустим, даже проживая рядом в Азимуте, да, то есть это центр города, но мы были в разных-разных местах и уже не один раз проходили даже через лесочки, которые недалеко от нашего дома располагаются, выходили к М4 Дон и поднимались в горы, потому что это интересно. Кстати, вот на таких дорожках часто всего мы встречаем различные метки на деревьях. На них обращайте внимание. В данном случае мы сейчас пошли метку желто-красную. Это говорит о том, что это какой-то туристический маршрут. Пока мы идем по правильному направлению. Ну, в любом случае куда-нибудь выйдем. Дорожка здесь ездит, машины. Как говорит одна известная пословица, чем дальше влез, тем дальше вылез. В данном случае, я думаю, к морю мы находимся еще ближе с каждым шагом. Надеюсь. Итак, подошли мы к еще одной развилке. В общем-то, нам нужно к морю спуститься. Я не знаю, идти налево или направо. В данном случае, я думаю, что если уж мы идем к морю, к воде, то нужно двигаться по направлению, куда течет вода. Здесь все-таки вода течет намного быстрее. И я думаю, что здесь мы быстрее спустимся к морю. Друзья, никогда не делайте так, как делаем мы, потому что именно из-за таких вот незнаний местности очень часто люди попадают в такие неприятности, люди заблуждаются, и их потом спасает Кубань-Спас. Буквально недавно в Просковеевке мужчина заблудился, забрел в Зеленскую щель, там застрял в кустах, и ему пришлось вызывать спасателей, потому что он не мог выбраться. Спасатели его вырубали из этих кустов с мачете, потому что иначе до него было просто не добраться. Так вот, чтобы такого не было, нужно, конечно же, маршруты использовать проверенные, желательно. Не как мы. В данном случае мы здесь первопроходцы будем считать себя. Ну и все-таки надо, я думаю, лучше не ходить нашими тропинками. Наслаждайтесь вот этим небольшим экстремальным туризмом лучше с экрана своих гаджетов, находясь дома, в безопасности, и попивая чай или кофе на диване. Слово «люди заблуждаются» мне очень понравилось. Люди не теряются, а они заблуждаются. А слово «заблудиться», да? «Заблуждаются». А слово «блуд» – «заблуждать». Ну да, в общем, да. Люди заблуждаются. Вот еще одна метка, видите, желтая с красным. Так что двигаемся, продолжаем движение прямо. Периодически через каждые, там, 10, может быть, 20 метров, такие метки у нас встречаются. Это говорит о том, что мы с маршрута не сошли. И мы двигаемся в нужном направлении. Итак, еще одна развилка. Здесь есть подсказка. К морю спуск. Соответственно, это не здесь, а вот прямо. То есть так в этой же плоскости мы двигаемся. Везде, куда ни глянь, получается, идешь ты по скале. Видите? Скальная порода. Потом она трескается, и получаются маленькие вот такие вот камешки. Даже не камешки. Где-то удобно прибегаться, где-то не очень. Но вода, вода тут свою лепку вносит. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.